Мы немножечко поговорим о новых изменениях, которые сейчас есть, и о том, в каком направлении мы двигаемся. Но, ребята, это не профильное, да, коллеги? Мы на профильное будем обсуждать уже такие наши цифры, наши приказы, номера приказов. Не сейчас, да, у нас еще сегодня профильное, и там мы будем говорить о мониторингах и прочем. А сейчас все-таки про онкологию, и вы тоже и обучаете, и участвуете в образовательных процессах. И мы с группой специалистов были в этом году, нам посчастливилось побывать на конференции, на Конгрессе Европейской Ассоциации Палиативной Помощи. И весь первый день, практически пленарка до обеда, была посвящена обычным, простым, философским лекциям. Ну, я думала, сейчас в каких-то высоких технологиях все-таки это пленарка, где все присутствуют. Ничего подобного. Все говорили о Селис Андерс, о философии помощи, о любви к пациентам, об уважении к персоналу и к родственникам, о компетенциях в палиативе, который одной из самых важных является коммуникацией, этика. И действительно, этому был посвящен весь день. И в преддверии этого было удивительное музыкальное сопровождение, удивительный номер, который исполнила, ну, по всей видимости, учитывая внешний вид, это была пациентка. И это была удивительная музыка, удивительный голос. И он настроил вот ту самую скрипку на правильный лад на весь Конгресс. И, наверное, все-таки палиатив темой отличается. Вот такой вот философско-этический и мыслящий какой-то позиции. И нынче так делают и даже на Конгрессе Европейской палиативной помощи ассоциации. И мне хочется сказать о том, что зачастую мы с вами, как специалисты палиативной помощи, видим, что другие специалисты не хотят и не видят проблемы наших больных. Ну, просто вот не до этого. Я в 20-го числа тоже об этом говорила. Мы в этом отделении палиативной помощи, которое сейчас открылось, мы стали делать совместные, не мы стали делать, а мы стали участвовать в консилиумах, которые проходят в Сеченовском университете. И один из первых консилиумов, академик, профессор Ешетов, пригласил нас. И там было около 40 пациентов. Прошли этот Конгресс. Я с Гусей Рефаемой потом делилась этим своим впечатлением. Очень быстро, по 2-3 минуты на одного пациента, но очень человечески. Это было вот как-то для меня не было шоком, но было тяжело, потому что, по моему мнению, более половины пациентов, которые были на этом консилиуме, нуждались в палиативной помощи. Они все говорили о боли, практически все. Все говорили, куда дальше идти. Кто-то был совсем один, а кто-то был с родственниками. На консилиуме были и родственники, поэтому все было очень прилично. И в конце консилиума Игорь Владимирович мне сказал, прости, пожалуйста, твоих пациентов здесь совсем не было, вот зря вы время, значит, тут у вас потеряли. Я говорю, да что вы, мы за это время двум пациентам выписали рецепт. Одного немосквича определили в поликлинику по месту его фактического проживания. Это все было буквально на смсках, в ручном режиме, но очень быстро все это устроилось. А значит, были такие пациенты, конечно. И тогда коллеги сказали, ну, если это такая ваша помощь, то вы нам очень нужны, мы вас ждем и дальше. Действительно, мы просто не видим этих больных. Мне хочется сегодня поговорить вот об этой удивительной семье. Год назад. Это жена пациента, она наша коллега. И он не доктор, но абсолютно в полном порядке. Прекрасная семейная фотография. И вот год спустя, ровно 12 месяцев прошло, и мы вот вчера обменивались информацией, обменивались фотографиями пациента с выраженным болевым синдромом, терминальный практически, находится дома в Подмосковье. И онкологов сейчас нет, конечно. Они свою функцию выполнили. Но функцию передачи этого больного, гуманной передачи этого больного в другую службу не произошло. Пациенту выписали обезболивание, выписали фентаниловский пластырь, но вам еще рано морфин. Вот если он не подействует, фентаниловский пластырь через 6-8 часов, и когда он не закончил действовать, тогда мы назначим морфин. Очень кохексичный больной, с массой других сопутствующих жалоб. И мы буквально в течение недели, наша команда стала с ними работать. И как-то очень все быстро у людей происходит. Они не успевают подстроиться под эту ситуацию. Даже семья медиков. Этот слайд все прекрасно знают. Я не думаю, что мы должны его убирать когда-то вообще из наших общих презентаций, потому что это те люди, которые принесли первые слова, первые идеи хосписной помощи в Россию. И, конечно, это Виктор Зорзе, это Андрей Владимирович Гнездилов. Вчера в небольшой нашей группе посчастливилось быть у него в доме. И вот это человеколюбие, жизненная сила. И вчера он нас и лечил, и колоколами вокруг нас бил, и переодевал. И при том, что мы все были, наверное, кажется, в 10 раз здоровее этого человека, но эмоциональной силы и душевной, наверное, у него было больше, чем у нас все группы, которые там были. И, конечно, Вера Васильевна Миллиончикова, эти два человека, которые сделали один первый хоспис в Петербурге и затем первый хоспис в Москве, это те люди, которые, благодаря которым открылись первые палеотивные отделения для онкологических пациентов в Российской Федерации. Сейчас мы видим огромное количество отделений. Из 15 тысяч коек в России только полторы тысячи онкологических. Я вам хочу сказать, за наши 4 года, которые мы вот так активно развиваемся, онкологических коек не прибавилось совсем. Абсолютно. То есть, к сожалению, в части онкологии сильнейшего развития в палеотивной помощи, коллеги, мне видеться, не произошло совсем. Однако другая часть палеотива, которая не онкологических больных касается, она развивается очень бурно, и здесь мы видим и выездные бригады, здесь мы видим и оборудование, здесь мы видим и разные другие технологии. Сейчас очень важным моментом для нас является новый закон, который мы очень подробно сегодня будем обсуждать на профильной, но для более широкой аудитории я скажу о том, что палеотивная медицинская помощь сейчас не только медицинская помощь. Сейчас это мероприятие, которое имеет и медицинский, и немедицинский характер, и медорганизации, оказывающие палеотивную помощь, обязаны взаимодействовать с органами социальной защиты. Обязаны. Это написано в законе. То есть сейчас в каждом субъекте, в каждой медорганизации должно быть это прописано в их положении, что они делают при. И мы, конечно, ждем новый приказ по оказанию палеотивной помощи, и там будет это взаимодействие прописано вплоть до дней. Посмотрите, мы говорим о мероприятиях психологического характера. Значит, наконец-то мы можем говорить о клинических психологах, и хотя мы о них говорили и ранее, но их не было совершенно в поле зрения. И очень надеюсь, что это изменится. Что делает палеотивная помощь? Конечно, мы не лечим онкологию, но зачастую даже специалисты по палеотивной помощи говорят родственникам, мы не лечим. И текст дальше. И люди дальше, уже теряя реальность, слышат только наши слова «мы не лечим». Мы лечим, коллеги, мы просто не… Мы не просто, мы лечим пациентов и очень серьезно, и очень непросто. Мы не онкологией, мы не занимаемся, даже если у нас сертификаты по онкологии, мы не занимаемся излечением от онкологического заболевания. И прошу вас еще раз на это обратить внимание. Даже серьезных, продвинутых пользователей, так скажем, даже специалистов палеотивной помощи, эти фразы, они бывают, и они очень сильно ломают сознание людей. Мы должны, наша цель в онкологии, проникнуть на эти консилиумы. Мы должны проникнуть в сознание онкологов в онкодиспансерах и выступать с инициативой и выписывания рецептов, и выдачи препаратов, и взаимодействия, передачи, и участие в консилиуме, даже если мы сторонние сотрудники, если мы даже не совместители, участие в консилиуме хотя бы раз в неделю для того, чтобы направлять этих пациентов в нужном направлении. А вообще, конечно, тот самый кабинет по факту палеотивной помощи, который создан в Институте онкологическом Петрова, это, конечно, один из самых таких правильных моделей, или как вот в Институте Герцена у Гузерри Рафаиловны. Качество жизни – это основная наша цель. Основная наша цель, чтобы мы не говорили, это качество жизни. Мы сейчас не можем говорить про излечение, но мы говорим про улучшение качества жизни, про комплайнтность к правильному лечению и к уходу за пациентами. Я сейчас покажу вам удивительные слайды. Посмотрите, это результаты 10 рандомизированных исследований. В 6 из них подтвердилось улучшение выживаемости на фоне раннего начала палеотивной помощи. То есть не тогда, когда пациентов передают уже в хоспис, и мы даже его уже внешне не знаем, из семьи мы не успеваем познакомиться, а тогда, когда то, что делает Институт Петрова, например, или Институт Герцена, то есть тогда, когда пациент еще лечится, присоединяются те аспекты палеотивной помощи, за которые мы ответственны. Посмотрите, ведь это серьезные результаты улучшения выживаемости. Если мы говорим, сколько стоит онкологическое лечение, таргетная терапия, химиотерапия в последний месяц жизни, какие миллионы там у нас уходят, и как это пациент переносит. Посмотрите, палеотивная помощь не стоит миллионов. Наши препараты стоят ампуламорфин, там, 17 рублей, по-моему, да? Да, эти упаковки троманола, но это не дорогие препараты, это никак не соизмеримо с теми средствами, которые используют онкологи. И здесь не только даже обезболивающие, но и те палеотивные вмешательства, которые иногда недоступны нашим пациентам. Своевременное переливание крови, правильное питание, избегание зондов и в нужном случае наложение гастростом, лучевая терапия при метастазах в позвоночник, правильное своевременное стентирование, декомпрессия, я не знаю, спинного мозга сказал, да, головного мозга. Мы зачастую видим этих больных, когда онкологи их уже не лечат. И мы в ручном режиме единичных больных умудряемся отправить к онкологам. Я, конечно, сейчас утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю, да? И мы теряем этих больных раньше, чем это было возможно. К сожалению, вот это вот отсутствие интеграции, или один палеотив, или одна специализированная помощь. Но пациенты, которых мы можем своевременно сделать радиологическое лечение и отличить метастатические поражения позвоночника, и он не будет парализован, и он не сляжет, и у него не будет нарушений функций тазовых органов, огромные пролежни, вздутый живот и прочее, и мы его не потеряем. Но мы должны это увидеть. Но ведь на это должны ведь направить онкологи. Если у пациента метастазов позвоночник, наверное, ему надо сказать, какие самые сложные красные такие флажки, и говорить о том, что если вдруг появляется онемение в ногах, а если вдруг появляется нарушение функций тазовых органов, коллеги, срочно вы приходите к нам, мы делаем исследование, и мы начинаем в течение 72 часов лучевую терапию. Да? То есть это же очень какие-то простые вещи, но они действительно улучшат и качество жизни, и продолжительность жизни наших больных. Вот посмотрите, сейчас, конечно, в палеотиве больше человечности, меньше электронных систем. Это факт, об этом говорят специалисты Великобритании, основные такие философски настроенные люди для нас в палеотивной помощи, но все равно новой технологии никуда не идешь. Есть некоторые электронные мониторирования, даже в процессе лечения больного. Посмотрите, в процессе химиотерапии, при наличии электронного мониторирования симптомов по отчету пациентов, то есть если у него не спрашивать, а у него программа загружена на его гаджете, и он отмечает появление того или иного симптома, а доктор на это реагирует и его корректирует. Посмотрите, выживаемость у пациентов лучше в группе, которая сообщает о своих симптомах по данным электронного мониторинга. Или тоже веб-мониторинг симптомов с рутинным наблюдением после лечения специализирования пациентов с диагнозом рак легких. Посмотрите, какие мы имеем с вами статистически достоверные улучшения выживаемости рак легкого, двухлетние. Это же серьезные, серьезнейшие достижения, которые очень гордятся онкологи, когда назначают таргетную терапию. Посмотрите, какие мы видим реальные результаты. Это исследование все прекрасно знают. Это исследование тоже на пациентах с диагнозом рак легких. Его все показывают, но я хочу сказать, это показало о том, что много других исследований, которые говорят, имеют именно такие же результаты. И это старый слайд из белой книги Всемирной организации здравоохранения, вот он наверху. Это о том, что специализировано лечение и хоспис. Ну, я все время говорю, что, наверное, уже это уменьшилось, легла немножечко эта вертикальная прямая, но, к сожалению, не очень она легла. Она все-таки пока вот так вот держит четкую вертикальную позицию. И я показывала это в прошлом году, 2017 год, исследование у пациентов с диагнозом рак легких конца жизни. Это канадское исследование, которое анализировало в разных штатах пациентов, прошедших от лечения от онкологии. Посмотрите, некоторые специалисты говорят о том, что они не видят разницы между поддерживающей и палеотивной помощью. Это говорят специалисты по палеотивной помощи в онкологических институтах. Эти больные настолько интегрируются и в палеотив. Но посмотрите, реабилитация и помощь палеотивная, она одинаково должна пациентам оказываться с начала лечения. Но если пациент излечивается и вступает в ремиссию, то ему проходит реабилитация, он уходит в обычную жизнь. А если пациент ухудшается и, к сожалению, лечение неэффективно, то дальше помощь в конце жизни. Вот она, частично хосписная помощь. И вот она, вся палеотивная помощь, которая, к сожалению, вот в этот ромбик, он не очень доступен нашим больным. Мы все спорим, сколько пациентов. Даже сейчас не буду на этом останавливаться. Это несколько слов о том, как мы сейчас видим палеотивную помощь, как первичную и специализированную. На профиле мы это будем очень подробно обсуждать. Но специализированную, вот она наверху, колпачок. Все остальное – это первичка. И это работа также онкологов. Этот слайд сегодня будет на профиле. Я не буду на нем останавливаться. Чем мы можем помочь для онкологов? Какие у нас аргументы? Они понятны. Они понятны, когда мы говорим о словах, но более понятны, когда мы показываем исследования. Конечно, улучшение качества жизни. Менее агрессивное лечение в конце жизни, наверное, это самый важный и для онкологов в том числе пункт, когда и они не истощают свои и финансовые, и эмоциональные, и физические, и коечные запасы. И пациенту это более выгодно. Мы часто… И снижают стоимость. Мы часто предлагаем то лечение, которое пациенту уже не важно. И этот слайд тоже с прошлого года, но я хочу, чтобы вы на него обратили внимание. Онкологи прислушиваются к рекомендации МАСКО. У нас создано общество «Русско» в России. И это такое объединение очень важное. Посмотрите, что говорит АСКО. В течение восьми недель пациенту должно быть предложено палеотивное лечение одновременно практически со специализированным. Если это миостатические опухоли, если это метастазы спиной в кости, если мы видим с вами и понимаем, что из лечения, по всей видимости, мы же знаем исследование, мы знаем свой опыт, из лечения, вероятнее, не будет. То есть начата первичная палеотивная помощь должна уже на начале лечения. Если пациент, каждый второй, заходя на консилиум, говорит «болит», каждый второй говорит «а что дальше делать», то мы понимаем, что люди в проблемной ситуации, им, конечно, нужна поддержка. Сейчас у нас есть возможность использовать телемедицинские технологии. Пожалуйста, обратите на это внимание. Но посмотрите, что для онкологов. Исследования говорят о том, что правильный ранний палеотивный подход для онкологов занимает час в месяц, и этого достаточно, в месяц на одного такого больного. То есть если регулярные консультации, контакт, один час в месяц достаточно для семьи больного и пациента для того, чтобы интегрировать палеотив в онкологию. Очень большая, вот нижняя часть, это знание диагноза и знание прогноза, его обсуждения. Посмотрите, пациенты, которые начали получать палеотивную помощь, получали химиотерапию в конце жизни в 9%, а в группе стандартного лечения в 55%. То есть 46% – это неэффективное, ненужное лечение было, правильно? То есть которое не привело к возлечению погибших пациентов. И здесь очень важно является информирование наших онкологов, коллег о симптомах, о коммуникациях, о пониманиях, куда направить больного, и обсуждение реально возможных и реально необходимых услуг. Реально необходимых услуг, а не тех, которые нужно сделать для того, чтобы… какой-то следующий этап, да. Еще очень важно отсутствие у нас опыта и привычки оценивать симптомы по шкалам. Ну вот никак мы развиваем палеотивную помощь, все прекрасно, но мы их никак… они очень просты, но мы их пока не очень выучили и считаем, что их не нужно особо знать. Онкологи ЭКОК прекрасно знают, они нам его передают. А где в историях болезни палеотивных больных про ЭКОК написано? Зачастую нигде. Где в историях болезни онкологических больных написана специализированная оценка боли, да, или оценка степени когнитивных нарушений, или оценка тошноты рвоты и прочих состояний? Коллеги, это важная проблема, которой отвечает ИАСКО в том числе. Планирование дальнейшего лечения с учетом пожеланий больного. Вот это, конечно, момент, когда онкологи, естественно, знают лучше, думают, что они должны назначить лечение, потому что будут жалобы, и пациент хочет лечиться, а пациент уже не очень хочет лечиться, но боится, что его осудят, если он откажется от лечения, осудят родственники. И вот этот момент совместных консилиумов, он очень для нас важен. И участие различных специалистов. И посмотрите, еще важный момент. Хотите ли вы обсудить, что это означает? Да, очень простая фраза, но это фраза открытая. Когда онколог спрашивает у больного, что-нибудь хотите еще обсудить? Всегда страшно спросить эту фразу, этот вопрос задать, потому что начнется огромное количество вопросов, на которые нет, к сожалению, иногда времени или знаний, или эмоционального состояния. ИАСКО рекомендует задавать эти вопросы онкологам, то есть чтобы онкологи задавали этот вопрос пациенту. Вы хотите что-либо спросить? Посмотрите эти рекомендации, которые дает АСКО о том, что пациента с запущенным, с злокачественным образованием на поздней стадии необходимо направлять к бригаде специалистов палеотивной помощи, которые окажут помощь как в стационаре, так и предоставят амбулаторное обслуживание даже в начале болезни наряду с активной фазой лечения. Наличие врачей в онкологических диспансерах и онкоинститутах. Стандартные, которых мы, к сожалению, не видим, я несколько слов об этом скандала сказала, стандарты обследования и лечения при возникновении неотложных ситуаций. Самые простые неотложные ситуации, от которых более всего страдают наши пациенты и их родственников, но зачастую это не очень доступно. И мы сейчас говорим о болевом синдроме, но болевой синдром не единственный синдром, который есть. И зачастую болевой синдром возникает вследствие того, что мы не делаем ранее. И, конечно, все говорят, ну что вы все про свои наркотики, что больше ничего нет, конечно, есть. Оно есть, но мы видим больных, которым это не всегда доступно. Поэтому, конечно, хотелось бы этот вопрос обсуждать. Выраженная кахексия, насколько она болезненная, это вы тоже знаете. Взаимодействие персонала и стационаров онкологических с палиативной службой, с членами их семьи и с родственниками пациента, которым проводится лечение. Посмотрите, обсуждаются ведь и телемедицинские консультации. Консультации, мы говорили, специалистов, не работающих в этой больнице, но и телемедицинское консультирование. И сейчас это прописано и в палиативной помощи. Я понимаю, что там много сложностей и много проблем, которые не описаны еще, но мы можем начинать с этим работать. Любого пациента, который имеет злокачественную солидную опухоль четвертой стадии, который имеет рак легкого или рак поджелудочной железы, уже может быть планово отправлен к специалистам по палиативной помощи. В новом положении у нас прописывается критерий отнесения. Мы наконец-то это дождались. Критерии отнесения к нуждающимся в палиативной помощи, общие и специализированные, они будут в новом положении. Сейчас документ отправлен в Минюст. Это те вопросы, которые мы задавали. И, коллеги, мне хотелось бы в завершении сказать о том, что все-таки с конкологией, что мы не сделали серьезных шагов. Мы не выписываем рецепты больных при выписке из стационара. Мы не всегда и не делаем, мы не выдаем им рецептов. Мы не взаимодействуем и не передаем больных в социальные службы. Мы не имеем в онкологических стационарах современных средств обезболивающих. В палиативных службах они уже есть. В аптеках они уже есть. Но в онкодиспансерах, в онкоинститутах их нет. Даже в самых ведущих, мы недавно консультировали пациента из института Блохина, например, и в институте есть пластырь обезболивающий, инъекционного ничего нет. Есть тромодол, есть промедол. А таблетированный тромодол, таблетированный тромодол нет. То есть мы имеем какие-то скоропомощные вещи, а для планового неинвазивного лечения препараты. У кого что, кто к чему привык, кто что запланировал и заказал. К сожалению, мы все работаем с вами на вот этой доступности всех лекарственных препаратов. И в зале, конечно, главные специалисты, которые уже умеют работать с разными лекарственными средствами. Ну, сейчас скажи, уберем один, другой, третий. Уже без них как-то невозможно. Мы уже знаем, где место каждого препарата. Но этому надо, конечно, научиться. Отсутствие клинических психологов и подготовки, и обсуждения, и в том числе медицинского и среднего медицинского персонала, умение коммуницировать и общаться с больными, их родственниками. Коллеги, а еще поддержка семей умерших пациентов в период утраты. Сейчас это в ПГГ даже написано, программа госгарантии. Написано о том, что в случае обращения мы должны поддержать пациента даже после утраты больных. И отсутствие налаженного взаимодействия с благотворительными, волонтерскими организациями. Как бы было хорошо, если бы этих больных мы видели и имели даже в онкологических учреждениях таких помощников. Ну, здесь и дети, и взрослые есть, и это наш ежедневный труд. И, конечно, боль – это самая распространенная причина, которую зачастую нас вызывают, потому что здесь уже не могут справиться. И эти препараты не купишь без рецепта, если мы говорим про наркотики. Хотя пациентов, конечно, нужно и важно обезболивать правильными ненаркотическими препаратами. Просто это делают еще до палиативного этапа, поэтому мы много говорим о наркотиках, потому что это контролируемые препараты. Я предлагаю и приглашаю вас к участию в конференции нашей ежегодной. В этом году она будет 30-31 октября в Москве, в Сеченовском университете. Она будет пятая. И мы будем обсуждать вопросы палиативной помощи взрослому населению и детям. У нас будет много мастер-классов, как всегда это и происходит. Я очень надеюсь, что мы много что узнаем и повзаимодействуем, пообщаемся и прекрасно профессионально проведем время. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Я дальше передаю слово Газарфаевну. Спасибо. 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 Спасибо.